ДАГЕСТАН Желанный и благословенный праздник Ураза-Байрам в этом году приходится отмечать в необычных условиях. Реальные масштабы эпидемии. Муфти Республики на совещании с главой государства озвучил положение дел в Дагестане. Президент пообещал помощь и уже на этой неделе она появилась. Установки ислама в реальной жизни. Дагестанцы опережают друг друга в благих делах, покупая дефицитное и дорогостоящее оборудование для больниц. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмед. Количество подтвержденных случаев смерти от коронавируса в нашем регионе к концу недели достигло 70. Практически каждые сутки специалистами выявляется более 100 случаев заражения COVID-19. Всего в Республике зарегистрировано уже 3982 заболевших. По общему количеству инфицированных Дагестан находится на пятом месте среди всех регионов России. В пятницу стало известно, что только за одни сутки в Дагестане от коронавируса умерли 24 человека. Это рекордный показатель официальной статистики за все это время. Обстановка в Республике на неделе привлекла внимание федерального центра. Президент России Владимир Путин провел совещание с представителями республиканских властей и муфтием Дагестана. И заявил, что ситуация в регионе вызывает серьезные опасения и требует неотложных мер. О самых главных моментах встречи расскажет Хадиджа Курбанова. Сдержать распространение коронавируса в Дагестане всеми силами и помочь республике всей страной. Вот основные тезисы выступления главы государства, у которого происходящее в регионе вызывает серьезные опасения. Поэтому вопросом всесторонней поддержки Дагестана и неотложным мерам в этой связи было посвящено отдельное совещание. Первое подобное в таком формате и в практике президента страны за время борьбы с эпидемией. Путин отметил, что в ближайшее время региону будет оказана всесторонняя поддержка. А перед этим исчерпывающе и правдиво о ситуации в Дагестане рассказал муфти республики Ахмад Хаджи Абдулаев. По статистике уже говорят, более 700 человек умерло, погибло около 50 медработников. Эти цифры, к сожалению, растут с каждым днем. Люди остались без работы. Но проблема в том, что это только зафиксированные случаи смертей в больницах. Никто же не ведет статистику людей, которые умирают от болезни в своих домах. Они умирают, их хоронят по обичаям, и их никто не считает. Можно сказать, что люди самые виноваты в таком огромном количестве зараженных. Да, не все серьезно отнеслись сразу. Где-то не поверили до конца. Кто-то думал, что пронесет. Но я думаю, вы согласны с тем, что халатность людей не будет бросать их в такой катастрофе. Не достает лекарств и коек. Поэтому спасение сейчас в соблюдении режима самоизоляции, так говорят эксперты. Так и глава республики в очередной раз призвал к тому, чтобы люди сидели дома. Особенно его просьба касалась родственников больных, которые сегодня, пытаясь передать посылки близким или как-либо поддержать их, поступают только во вред себе. Уважаемые дагестанцы, нам нужно обеспечить не только в больницах, но и на территориях режим изоляции. У нас особое отношение к ближнему. Вот эти передачи, попытки пройти из одной зоны в другую, сопровождение родственников на машине, машины скорой помощи с перевозимым заболевшим. Вот сейчас просят о чем руководитель, и он и не один, чтобы мы дали силу правопорядка, чтобы обеспечить эти требования. Мы их будем неукосительно выполнять. Хочу одновременно извиниться перед нами, уважаемые дагестанцы, за эти ограничения. Но иначе нам болезнь не отдали. И это показывает практику. Владимир Васильев сказал также о необходимости строительства в республике крупного инфекционного центра. Эти слова нашли поддержку у других участников совещания. Так, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что сейчас в Дагестан следует отправить дополнительные медицинские силы и средства. Глава государства также поддержал Васильева в вопросе строительства инфекционного центра и поручил это Минобороны страны. Прямо сейчас хочу поручить Министерству обороны, с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах, оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Причем, как и в Воронежской области, такой центр в дальнейшем должен быть передан регионам. И в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана. Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов, зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное. А главное – это жизни людей. Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы знали и были уверены, с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Отметим, что всего в республике коронавирусом и вне больничной пневмонии заболели свыше 13 тысяч человек. Только треть всех заболевших – это люди старшего возраста, а 10% – и вовсе дети. Кроме того, 60% инфицированных – тяжелые больные с вирусной пневмонией. По приблизительным данным, от болезни скончалось около 700 человек. Хадижа Курбанова и Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ. В Дагестане могут ввести жесткий пропускной режим. Коснется это тех районов, где не соблюдается режим самоизоляции. Об этом накануне заявил глава региона Владимир Васильев. Он подчеркнул, что муниципалитеты, где наблюдается динамика роста количества заболеваний, не должны выпадать из поля зрения. Глава Дагестана также предупредил, что в муниципалитетах с самой плохой обстановкой может быть введен более жесткий ограничительный режим. При этом, по его словам, на территориях, где снижаются показатели распространения инфекции, ограничения могут быть смягчены. Кроме того, число тестов на коронавирус в Дагестане увеличат. Теперь их будут делать больше 2000 в сутки. Об этом сообщается на сайте главы республики. Количество исследований по Дагестану сегодня по официальным данным удалось повысить до 1800. В регионе отмечается проблема с проведением лабораторного тестирования. Результаты можно получить только на 4-5 день. Сейчас, чтобы ускорить процесс, лаборатории расширяются. Далее власти региона планируют довести количество тестов до 3000 в сутки. Мэрия Махачкалы приняла решение закрыть город и ввести особый режим в дни празднования Урза-Байрама. С 23 по 26 мая в столице фактически введен карантин. Въезды и выезды из города перекрыты, движение ограничено, в том числе для пешеходов. Передвигаться по городу в эти дни разрешено только автомобилем скорой помощи и экстренных служб, ремонтным бригадам коммунальщиков, а также мусоровозом. Также приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок. Нарушителей карантина будут привлекать к административной ответственности. Напомним, что 25 и 26 мая объявлены в Дагестане выходными днями в связи с наступлением праздника Урза-Байрам. Постановление было подписано председателем правительства республики Артемом Сдуновым. Оно стало итоговым документом после совместного решения светской власти и духовенства Дагестана. Накануне состоялся телефонный разговор между главой региона и Муфтием республики. Муфтия Дагестана призвал всех верующих воздержаться от коллективных празднований и посещения друг у друга в праздничные дни. Во время пандемии коронавируса в исламском мире набирает популярность новый тренд – поздравления по видеосвязи. Ряд благотворительных организаций также помогает верующим довести до нуждающихся необходимые пожертвования. После поручения президента России в Дагестане началась масштабная дезинфекция. Специально для этого в республику прибыли 200 спасателей из других регионов России. Донской спасательный центр уже приступил к работе в Хасавюрте и Кизляне. Приезжие спасатели проводят спецобработку в образовательных и административных учреждениях, а также на детских игровых площадках и центральных улицах населенных пунктов. Специалисты Донского спасательного центра прибыли в регион из Ростова-на-Дону накануне. Чуть позже к ним присоединились подразделения Ногинского спасательного центра из Московской области. Оттуда же прибыли 38 спецавтомобилей. Спасатели, отправленные в регион согласно поручению Владимира Путина, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будут заниматься дезинфекцией больниц и общественных пространств вместе с коллегами из Дагестана. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы организовать в республике повсеместное проведение дезобработки социально значимых учреждений. Очередная партия новых машин скорой помощи поступила в Дагестан. Они оборудованы всем необходимым и адаптированы для пациентов с коронавирусом. Спецмашины оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких. Автомобили также обладают высокой проходимостью и способны добраться в самые отдаленные населенные пункты региона. Часть из них уже разъехалась по районам республики. В ближайшие дни ожидается поставка еще 17 карет скорой. Первый в Дагестане полевой госпиталь обустроен в Буйнакске и уже готов к приему пациентов. Он был развернут по поручению Владимира Путина для борьбы с коронавирусом. Госпиталь рассчитан на 100 коек и предназначен для стационарного лечения жителей Буйнакского района. Передвижное подразделение поможет значительно снизить нагрузку на центральную городскую больницу Буйнакска и медицинских работников района в целом. Госпиталь оборудован шестью аппаратами ИВЛ с увлажнительными и мониторами наблюдения за пациентами. Рентгенографическими аппаратами, а также аппаратами УЗИ и анализаторами крови. Работу медучреждения будут обеспечивать 135 военнослужащих, 72 которых медицинские специалисты и 38 единиц техники. Ожидается, что второй подобный полевой госпиталь будет развернут в Ботлихе. Муфтия Дагестана в очередной раз призывает мусульман отмечать праздник Ураза Байрам дома, исключительно в кругу семьи, не посещая кладбища, родственников и друзей. С обращением по этому поводу выступил заместитель Муфтия Республики Абдулла Салимов. Уважаемые братья и сестры, мы надеемся на то, что каждый из нас проникся серьезностью этого момента и, проявив сознательность, останется дома, не станет отправлять детей на улицу собирать сладости, воздержится от посещения кладбища и ограничится поздравлением родственников по телефонной и видеосвязи, сохраняя свою жизнь, своих близких и окружающих людей. Помимо этого, в столице по инициативе духовенства Республики и администрации Махачкалы размещены информационные баннеры, призывающие не нарушать режим самоизоляции. Мои коллеги опросили горожан, чтобы узнать, как они собираются провести праздничные дни. Детей никуда не отпускают. Все дома. Не будем дома с семьей. Так что, как все добраться? Из-за пандемии будем дома с этим забором. Планирую отмечать у себя дома. Так, Аллах распородился в этот раз. Что делать? Придется отмечать у себя дома. Потом и наверстаем, иншаллах. Везде идет коронавирус, из-за этого лучше дома отмечать. Чтобы спокойно всем было, и своими, и родными, и близкими, и друзьям. Мы будем просто дома с семейным кругом отмечать, накроем стол без гостей, только мы семья. Ну да. Тоже пустан так сказал, если можно дома посидеть, подождать, потом, чтобы похолодет вирус. И так дома вместе отмечать. Дома сидеть. Не выходить из дома. Сам буду отмечать дома, и всем остальным тоже советую. Только дома. Настоятельно просят прислушаться к мнению духовных наставников и сами врачи. С начала эпидемии потеряны сотни жизней. Десятки врачей погибли, спасая других людей. Поэтому игнорировать этот призыв, по меньшей мере, безответственно. Дорогие мои земляки, обращаюсь к вам, как к врачу с 35-летним стажем. Дорогие мои родные, немножко у нас эпидемия идет на спад. Становится меньше больных. Становится меньше тяжелых больных. Смертных случаев в последние дни почти нет. Но это все большая работа, которую сделали и вы, потому что были на изоляции дома. И мы, потому что делали все, что возможно для того, чтобы вылечить больных. Но если сегодня мы не послушаемся наших духовных наставников, мы не послушаемся врачей, и будем праздновать наш Ураза Байрам, как всегда мы его праздновали, если мы будем ходить друг к другу, если мы нарушим все эпидемиологические нормы, будет вторая волна. И эта волна будет намного тяжелее, чем первая. Потому что месяц мы сидели дома, держали Уразу. Иммунитет у всех низкий. Взрослые люди ослабленные. У всех стрессом иммунитет снизился. И все эти факторы приведут к тому, что заболеет большее количество людей, что заболевание будет протекать тяжелее. Тяжелых больных будет много, и, следовательно, смертей тоже будет больше. Я вас очень прошу, послушайтесь, пожалуйста. Нужно этот праздник провести дома. В преддверии праздника к жителям Дагестана обратился олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул Рашид Садулаев. Прославленный спортсмен предостерег земляков от масштабных празднований в связи с распространением пандемии коронавируса. По словам чемпиона, он сам уже успел перенести болезнь. Вирус коснулся также многих его родных и близких, а некоторых из них уже нет в живых. Обычно на праздники я езжу в горы навестить дедушку, всех родственников, посещаю кладбище. В этом году я вынужден прервать эту традицию. Буду отмечать дома, кругу семьи. И я хочу вас всех тоже призывать к этому, чтобы вы тоже отмечали дома. Нам лучше не отправлять наших детей по домам, собирать подарки. Они это не почувствуют, но могут домой принести эту заразу. Поэтому нам надо беречь не только себя, но и тех людей, которые вокруг нас. Особенно наших старших. И люди с хроническими заболеваниями переносят это очень тяжело. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют наши врачи. А вот как запланировала провести праздник одна из дагестанских семей, в гостях у которой побывал накануне наш корреспондент Хамзан Румагомедов, узнаем далее. Все предыдущие годы семья Абакаровых отмечала праздник в селе. Навещали в первую очередь дедушку, а затем и всю родню. На этот раз коронавирус продиктовал свои условия. Я и моя семья, и мои дети будут сидеть дома. Мы совершим праздничный намаз дома. После этого, я надеюсь, хозяйка и дети чем-нибудь порадуют какими-нибудь вкусняшками, мы будем созваниваться со своими близкими и родственниками посредством видеосвязи, посредством просто звонка. Посидим, поговорим, пообщаемся, потерпим столько, сколько надо для того, чтобы после этого с живыми и здоровыми сесть, посидеть, чай попить, поговорить и пообщаться. Праздничный стол обещает порадовать кулинарными вкусностями. Однако такого разнообразия блюд, как в прошлом году, не будет. Ситуация с пандемией отразилась и на финансовой стороне семьи. Так как мы, Макамирослов сказал, каждый год отмечали у дедушки и гостей было много, мы, в общем, рассчитывали на приходящих людей и старались готовить максимально такие блюда, которые было бы удобно быстро согреть, быстро подать, но разнообразие было большое. В этом году, так как мы сами, мы дома, у нас много блюд не планируется в меню, как бы покушать мы любим, но не такие большие и такие, чтобы это все сразу за один день съесть. На самоизоляции не просто не только взрослым, но и детям. В свое время они занимают чтением, играми, просмотром телевизора и, конечно же, помогают маме. Пандемия особенно омрачила детишкам долгожданный праздник. Они не смогут ходить по домам, получать подарки и сладости, как делали это в предыдущие годы. Во-первых, нас не пустит папа. Во-вторых, как бы уже самого настроения нет, чтобы собирать. И, наверное, многие даже дверь не откроют. Ну, не будем собирать. Ну, как бы мы жить еще хотим. Слишком молодые. Дверь дома в праздничный день, к сожалению, будет закрыта для гостей. На ней будет записка. Всех любим, поздравляем, но просьба не стучать и отнестись с пониманием. Ответственность за жизнь своей семьи и детей перед Всевышним важнее превыше осуждения родственников и друзей. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Вот уже неделя, как народная больница, а именно так называют Третью городскую клиническую больницу в Махачкале, работает с больными вирусной пневмонией. Начать их лечение удалось после организации сбора средств среди неравнодушных людей. Три этажа медучреждения уже функционирует в полную силу. Подробнее о том, как проходят будни в больнице, расскажут мои коллеги. Пациент из Левашинского района рассказывает, как ему стало плохо. Точнило. Он не мог ходить, делиться, как по счастливой случайности оказался в этой больнице. Теперь Магомеду лучше он доволен лечениями и условиями, которые созданы в больнице. А ведь неделю назад и в эту клинику его могли не принять из-за отсутствия госфинансирования, необходимого оборудования и аппаратов. Благо, что нашлись добрые люди, которые смогли организовать запуск больницы под COVID-19. На сегодняшний день мы уже для больницы приобрели с вашей всей помощью, конечно же, мои друзья, 20 аппаратов кислородных концентраторов, 20 консолей. Уже заказаны и едут у нас 4 аппарата ИВЛ. Ну и каждый день мы приобретаем медицинские препараты, каждый день привозим сюда. На более чем 4 миллиона уже собрано денег тоже. Из этих денег каждый раз мы приобретаем препараты, противочумные костюмы, маски защитные, очки, ну и все, что необходимо для нашей городской клинической третьей больницы. На сегодняшний день больница приняла уже более 80 пациентов. Задействованы три этажа здания. Врачи проводят своевременное лечение. В ближайшее время должны поступить ответы анализов на наличие или отсутствие у пострадавших коронавируса. Пациенты, поступившие изначально в средне-тяжелом состоянии, у некоторых пациентов наблюдается положительная динамика, многие температуры, температура уже снизилась, доступки двигательных цифр, кто-то уже просится домой. Вот, поэтому в таком же духе мы продолжаем. Врачам помогают отважные волонтеры из колледжа имени Башларова. Оставив свои семьи, студенты пришли сюда. Они разносят еду, заполняют анкеты, дежурят ночами и ставят капельницы. Сейчас мы собираемся проводить внутривенные лекции. Помимо этого волонтеры помогают пациентам переворачиваться на живот. Делать дыхательную гимнастику. Все это, конечно, под контролем опытных специалистов. Какое-то облегчение дает, какое-то прям хорошо тебе. Пограммассаж, дыхательная гимнастика, правильная позиция. Ну, есть эффект, конечно, это очень тяжелый. Мы не ожидаем 7 минут, например, успехов. Ждем недельного, может быть, 10-дневного срока, чтобы сказать, что перешли ли они тот пик, который был. Больница продолжает работать в усиленном режиме. Необходимы еще волонтеры и врачи. Заканчиваются медикаменты. Инициативная группа продолжает сбор средств. И главная ее цель – приобрести для больницы аппарат компьютерной томографии, который позволит здесь же в народной больнице проводить полное обследование для оперативного и эффективного лечения пациентов. Кризисная ситуация, вызванная коронавирусом, охватила всю республику. Эпидемия ударила по всем сферам, прежде всего, по здравоохранению. Муфтия Дагестана весь месяц продолжал оказывать безразвездную помощь медучреждениям и нуждающимся в республике. На неделе представители духовенства посетили Цунтинский район и Бежтинский участок. В центральной больнице в селе Кидыру они передали кислородный концентратор и медикаменты на общую сумму 370 тысяч рублей. А Бежтинской клинике также привезли лекарства и медицинские маски. Необходимо было как раз, мы очень остро нуждались в кислородном концентраторе. Хотим выразить огромную барху лично Муфтию Ахмад Аджи Афанди за то, что не забывает нас. То, что Муфтият оказывает такую поддержку для населения Дагестана, то, что они с народом, это большое, великое дело. Помимо помощи людям, которые находятся в красной зоне, религиозные деятели погасили долги местных жителей в аптеках селения Бежта. Не остался без поддержки Ахтынский район. В центральной больнице религиозные деятели передали лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты на общую сумму 300 тысяч рублей. Также врачи получили от благотворительного фонда «Инсан» продуктовый набор. Вы один из первых первенцев, которые Ахтынскому ЦРГ решили помочь. Я вам благодарен очень. Такой священный для наших мусульман, такой тяжелый месяц для нас лично в плане того, что врачи, такое тяжелое заболевание. Хочется пожелать всем здоровья, пусть Аллах примет ваши благие деяния, пусть раздаться вам всем в обоих мирах и пусть нажимаетесь здоровья. Посетили религиозные деятели и центральную больницу Тляратинского района. Они передали врачам кислородный концентратор и медикаменты, необходимые для лечения больных вирусной пневмонией, на общую сумму более 250 тысяч рублей. Искренне благодарим вас от всего коллектива больницы и жителей нашего района за предоставленные вами лекарства. И за кислородный концентратор также выражаем большую благодарность. Вы протянули руку помощи нашим больным в самое необходимое время. Благотворительная деятельность Муфтията коснулась практически всех муниципалитетов республики. Помощь была оказана больницам и малоимущим жителям города Дагестанские огни, Тарумовского и Навалакского районов. Религиозные деятели передали медучреждения, медикаменты, средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы. А Навалакская больница получила еще и кислородный концентратор. Вы спасете жизнь многим людям, я вам скажу. Спасибо большое. Да, нахрен, здоровье. Сейчас все нам нужно. Даже одна таблетка анальгина, понимаете? Эти очень дорогие препараты. От лица всего коллектива, от сельчан, от поступающих больных, со всех районов, которые сюда поступают, поблагодарить Муфтедагестану, и улицы всех вас, местных имамов. По всему Дагестану вы делаете огромную работу. Это все видят. И население хотелось бы пожелать, чтобы они максимум самоизоляции, максимум себя берегли. Мы со стороны медиков будем это все делать, но без поддержки населения этот наш труд иногда пользу не приносит. Помимо этого, религиозные деятели оказали медработникам посильную финансовую помощь, а в местных магазинах уже по доброй традиции погасили долги нуждающихся. Оказывается, также помощь медработникам, которые работают на передовой линии борьбы с коронавирусом. Так, накануне делегация духовенства во главе с заместителем Муфтия Мухаммадом Майрановым посетила Хивский район. Представители религиозной организации привезли в центральную больницу кислородный концентратор, который крайне необходим для лечения больных с пневмонией, вызванной осложнением коронавирусной инфекции. Также врачам передали необходимые медикаменты и продуктовые наборы. Суда обращаются и поступают, чтобы получить лечение. А чтобы получить лечение, конечно, должны иметь и лекарства, в том числе вам большое спасибо, что вы тоже привезли. И это большая помощь нам, которую больные должны получать. И надеюсь, с помощью этих же препаратов наши больные выздороветься. Также Мухаммад Майранов обсудил самые наболевшие проблемы последнего времени с главой Хивского района Ярметом Ярметовым, который дал высокую оценку работе Муфтията. Конечно, слышал по СМИ практически везде по всему Дагестану, что оказывается помощь. И последнее выступление Ахмад Аджи показывает вообще для меня откровение было, когда говорил, что мы закрываем долги в магазинах, в аптеках. Это был, наверное, такой сильный жест, сильная помощь, которая на сегодняшний день оказывается по линии духовенства. По завершении встречи Ярмет Ярметов поблагодарил гостей за визиты, за оказанную поддержку. Турция направила в Дагестан помощь для борьбы с COVID-19. Об этом сообщило турецкое информационное агентство «Анадалу». Накануне грузовик с бесценным грузом выехал из Анкары. Это удалось сделать благодаря стараниям наших земляков, дагестанцев, проживающих сейчас в Турции. Наша республика получит защитные принадлежности, медикаменты и аппараты ИВЛ турецкого производства. Общая стоимость отправленного товара – 2,5 миллиона турецких лир. В российских рублях – это более 27 миллионов рублей. Медицинские учреждения республики нуждаются в средствах защиты и лекарственных препаратах. Об этом нам сообщили представители чеченской общины. Наши действия координируются с администрацией президента, Минздравом и Министерством иностранных дел. Сегодня мы отправляем на Северный Кавказ партию медицинского груза. В составе груза 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч масок респиратора с фильтром, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысячи защитных очков, а также медикаменты, 5 аппаратов ИВЛ и дезинфицирующие средства. Тем самым число стран и регионов, которым в борьбе с COVID-19 оказала медицинскую помощь Турция, возросло до 29. Оказаться на карантине в больнице страшнее, чем дома на самоизоляции. Даже если человек допускает, что заразился, и наблюдает схожие с опасной болезнью симптомы, он предпочитает, как правило, вначале лечиться самостоятельно. Люди хотят избежать любой ценой встречи с больничными коридорами и врачами. Наш корреспондент Алина Багилова пообщалась с врачом и узнала подробности госпитальной жизни. Героическая борьба врачей с коронавирусом набирает обороты, охватывая все новые уголки, становясь обыденным фактом повседневности. Медицинские учреждения, скорая помощь работают на пределе возможностей. Целая больница перепрофилируется за неимение мест. Аппарата ВВЛ не хватает, средств защиты тоже, из-за чего ковид-19 заразились сотни людей. На днях для пациентов с COVID-19 перепрофилировали еще одну больницу. Давайте узнаем, что происходит сейчас за стенами урологического центра и какая там обстановка у Дибердады Пасловича, главного врача Республиканского урологического центра, заслуженного врача Республики Дагестан. Здравствуйте, Диберд Паслович. Добрый день, Алина. Пандемия превратилась в бомбу замедленного действия. Многие сейчас чаще проверяют температуру, боясь, что у них COVID-19. Но что делать человеку, обнаружив те самые симптомы? Чаще всего люди начинают искать рецепты от болезни на просторах интернета. Массово скупают лекарства. Что скажете по этому поводу вы? Много ли больных, которым самолечение не помогло, находятся у вас в центре? Действительно, вот более половины наших больных, которые у нас находятся, они занимались в начале самолечения. И потом, когда уже состояние становится тяжелее, и потом только обращаются они к врачам. Вот более 50% у нас таких лежат. А вот, конечно, я бы посоветовал нашим гражданам, чтобы не занимались самолечением. И при возникновении первых же симптомов, такие боли в пояснице, температура, и другие такие, типа на недомогание, надо обратиться первым долгим специалистам, врачам. Вот это я бы посоветовал бы. И не заниматься самолечением. Обратиться за медицинской помощью значит потерять трудоспособность, а следовательно и заработок. Многие рискуют здоровьем, работают до предела, употребляя обезболивающие, избивая температуру. Какие рекомендации дадите вы, если уж наши люди любят так заниматься самолечением, поделитесь, если можно, вашей схемой лечения, чтобы деньги не были потрачены на ветер, и не было куплено много бесполезных лекарств. У нас такая схема. Первым долгом мы антикоагулянты даем, противовирусные препараты, антибиотики и улучшающие микроциркуляции в крови. Вот эти назначаем мы сейчас. Инговерин, потом циклоферон, потом клинакс, это как антикоагулянты, курантил, это как улучшающая микроциркуляция, антиагрегатные эти препараты. И, значит, при высоких цифрах температуры, лихорадки, там все, мы даем им миропенобол, там все, и максицеф, там сефтриабол, вот такие препараты мы даем. Дибер Позлович, как у вас обстоят дела с наличием мест? Хватает ли коек для поступающих? Ведь еще недавно больницы были загружены до предела, а некоторые врачи отказывались ввести пациентов в медучреждение, ссылаясь на отсутствие свободных коек. Первый день мы приняли 47 человек, и второй день уже полное отделение, полная больница была, 83 коек. И трое находились в реанимации, в тяжелом состоянии. Клянусь, я вот посмотрел, вот понаблюдал за нашими сотрудниками, да, и, понимаете, вот я это все сравнил вот с началом Великой Отечественной войны. Первые две недели действительно, так это самое, были отсутствие, загруженность коек. Там все, вот последние два-три дня, я вижу, идет вот эта самая вот пандемия на спад. У нас вот сегодня тоже где-то наличие лет 10 мест. Максимум обращаются за сутки 4, максимум 5 баллов. У нас места наличия есть. У нас все необходимое, то есть проблемы, медикаменты, там питание прекрасное, там все обслужено у нас на высшем уровне. Лечением довольны, проблем нет, уход хороший, все нормально. Идем на поправку. Это приятно слышат от больных. Спасибо большое, Дибир Пазлович, что нашли время для нас в это непростое время и поделились информацией, которая действительно волнует многих людей и, возможно, она им поможет. Вопрос в том, насколько хватит терпения у людей и сколько продлится особый режим. До конца мая, до лета или до осени. Экономическое неравенство, пропасть между бедными и богатыми на фоне пандемии только расширяется. Экономически необеспеченные слои населения вынуждены продолжать по-партизански зарабатывать себе на жизнь, прятаться от системы здравоохранения и воспринимать любые ограничительные меры в штыки. Уже трудно разобрать, кто всему виной. Система здравоохранения, власть или сами люди, которые игнорировали предупреждения, пренебрегали самоизоляцией и не верили в тяжелые последствия болезням. Более двух тысяч семей получили помощь на полтора миллиона рублей. Таковы промежуточные итоги акции «Вместе сможем». На протяжении всего периода самоизоляции молодежная организация «Вертал» помогает жителям республики, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Тему продолжит Курбан Рагимов. В день у Роза Байрам рекомендовано оставаться дома. Дети не пойдут собирать сладости, но их любимые лакомства уже доставили на дом. В канун праздника активисты общественной организации «Вертал» в очередной раз развезли продукты по селам Лакского, Кулинского и Новолакского районов. Видя, как разворачивалась ситуация с пандемией, караминусом во всем мире, и можно сказать, когда эта зараза дошла до нашей республики, мы со своей командой собрались и решили, что именно во время самоизоляции мы будем помогать людям, остро нажидающимся людям, чем можем. Хвала Всевышнему, именно к преддверию праздника Роза Байрам наша акция получается самая масштабная. Мы будем раздавать пайки, продукты питания, сладости для наших детей-сирот около на полмиллиона рублей. Проект «Вместе с Можем» запустили в конце марта. Вот уже третий месяц волонтеры ежедневно развозят продукты первой необходимости по домам. Начинали с Махачкалы и Каспийска, а когда к сбору средств все чаще стали присоединяться щедрые благотворители, помощь стали оказывать жителям горных районов. В акциях задействовано 30 волонтеров, добровольцы прошли онлайн-курсы и знают все правила работы в условиях эпидемии. К нам звонят люди, некоторые говорят, что они работали где-то, кто-то в кафе работал, посудомощица, к примеру, и они лишились работы и не могут найти пропитание, не могут найти еду на месяц. Мы именно таким людям доставляем вот этот паек. По словам активистов, свою руку помощи землякам протянули некоторые политики и общественники, а также спортсмены, артисты, блогеры и представители республиканских министерств. Акции проводили также и в районных больницах. Медперсонал обеспечили готовой едой и фруктами. Стоимость одного продуктового набора примерно 700 рублей. Упакован он с расчетом на две недели. За три месяца акция охватила 2300 семей. Для тех, кто также желает внести свою лепту в это доброе дело, открыт сбор средств. Пакетники с продуктами, которые мы вот так возим по определенным адресам и помогаем нуждающейся семье. Поэтому всем обращаюсь, у кого есть возможность физическая, материальная и моральная принять участие в этой прекрасной акции. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. Дагестанец победил в первом этапе Всемирного дистанционного конкурса по чтению Корана. Алимирзага Джамусаев прочитал текст священного писания без ошибок и получил высокую оценку шейха Аймана Руишди. В итоге наш соотечественник вышел в финал конкурса. Жюри Саудовской Аравии высоко оценило не только талант нашего земляка, но и всю религиозную образовательную систему республики. Мы очень рады, когда слушаем чтение братьев из Дагестана. Да благословит тебя Аллах Алимирза. Мы очень рады, когда видим Коран в этих республиках, сияющем и отлично распространяющимся. Я не нашел у тебя ошибок. Если ты хафиз, то прочитай Коран перед шейхом, чтобы получить разрешение на преподавание. Если нет, то заучи его наизусть, чтобы ты был готовым специалистом в своей республике. Алимирзагадж Мусаев родом из Таларатинского района Дагестана. Он является студентом Дагестанского исламского университета и учеником центра по заучиванию Корана в Махачкале. За победу в первом этапе конкурса наш соотечественник получил денежный приз полторы тысячи рьялов. Это около 30 тысяч рублей. А это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, дорогие друзья. С праздником. И да примет Всевышний ваш пост и благие деяния. Ассаламу алейкум. Редактор субтитров А.Семкин